Продолжение следует... 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 то вы праве это делать. По закону, то есть они могут подать на вас в суд, могут, и к административным штрафам привлечь вас тоже могут. Но смотря кому вы будете сдавать. Судя по последнему году, сдача краткосрочная, она очень такая рискованная. Если вы туда привозите своих друзей, знакомых, близких, и им сдаете, то, наверное, это как-то можно обойти. Но, в принципе, если брать букву закона, то, что мы решили вместе, о чем мы вместе договорились, то нарушать, ну, как бы даже в этических нормах не следует, не нужно. Но запрещать вам никто не может. Помните такую простую истину. То есть кто хозяин, да? То есть хорошо там, где мы, или хорошо там, где нас нет. То есть вот я всегда говорю, для меня хорошо там, где я есть. Потому что если ты будешь относиться к миру так, то есть хорошо там, где ты, то есть и мир вернется тебе той же самой стороной. Поэтому вы сделаете сами свой вывод, то есть что дороже, деньги или хорошие отношения. Хотя вопрос так ставить нельзя. Поэтому, Света, вы простите меня за такой ответ. Я бы, как ваша соседка по коммунидату, сказала, что не хорошо, неэтично нарушать. Но если бы вы сдали вашу квартиру, суд бы не побежала. Но все зависит от того, кто ваши соседи. И, в принципе, вы можете переговорить, то есть объяснить им, если у вас приличные люди снимают. Снимают люди разные, они всегда неприличны. То есть когда они мешают, и какают в бассейн, простите за мой французский, это не понравится вашим соседям. Но это крайности, в которых приходится жить. Как можно контролировать компанию Александр Александров? Есть Александр Александров? Как можно контролировать компанию, которой отдали недвижимость в управление? Ну, то есть, опять же, если вам рука без закона, то нужно позаботиться о том, чтобы все деньги за аренду шли через ваш собственный счет. То есть ваша квартира сдана, все деньги идут на ваш счет, и вы потом уже рассчитываетесь с этой компанией. Это первое, то есть это обязательно. А второй, и может быть он даже первый пункт, то есть вы должны контролировать заселение. Проблема вообще аренды и управления в том, что сдают квартиру, вашу квартиру налево. Это самая основная проблема. Когда в течение горячего сезона, июля, и августа вам говорят, что у вас никого нет, никто не живет, вы это не контролируете, то есть, следовательно, там могут сдавать. То есть как можно проверить, живут ли в вашей квартире люди. То есть это счета. Счета за свет, счета за воду. Но, допустим, вот у нас в одной квартире где не жили, причем совсем не жили, и не сдавали ее даже в аренду, а мы сейчас разбираемся со светом. То есть приходило по два счета, по два счета на одну квартиру. Люди там не жили, а счет составлял больше 100 ев. Поэтому вот здесь вот тоже как проконтролируешь. Опять же, если у вас дорогая недвижимость, ну, то есть достаточно ликвидная недвижимость, то тогда человек, который управляет, управляющий человек, он должен быть вашим доверенным, то есть человеком, которому вы доверяете. Никакие компании, которые открываются, простят на меня, мои братья, по-разному. То есть вы идете по улице, видите агентство по недвижимости, там написано, занимаемся вашей арендой, вы приходите, платите им за то, чтобы они вашу квартиру выставили, сфотографировали, раскрутили. То есть вы платите им порядка 500-700 евро. То есть они этим занимаются, на этом все заканчивается. И ваша аренда в том числе. То есть так это не работает. То есть вам нужен человек, которому вы доверяли, который вот сегодня в 3 часа взял и поехал за 100 километров от своего дома, чтобы открыть людям ключом дверь, которую они не могли открыть. Это вот я про себя сейчас рассказываю, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот, и в 6.30 я вернулась домой. То есть вот я сама про себя говорю. Вот такая я, как говорится, молодец. Ну, молодец я или нет, но вы понимаете, да? Человек должен хотеть этим заниматься или должен доверять, у вас должны быть близкие отношения. Как выстраиваются близкие отношения, это к вопросу влияния и убеждения. И вашего отношения, опять же, к этому миру не будут далеко ходить. Других способов не существует. Если вы работаете сами с вашей недвижимостью, у вас все будет в порядке. Если вам полезло, и вы приятный человек, нормальный, адекватный, и вы в состоянии наладить отношения с человеком, который будет с вами работать в паре, не на вас работать, потому что я уверена, что люди, которые покупают здесь недвижимость, плюс-минус понимают, что такое управление. То есть, опять же, это не тема сегодняшнего брифинга. То есть, ну, если вы управление, если вы знаете, что такое наемные рабочие, сколько нужно платить, чтобы они хорошо работали, никаких денег не хватит. Но выставить на нормальные человеческие отношения, каждый из нас в состоянии. Если не в состоянии, то тогда сам себе король, сам себе управляй, как хочешь. То есть, здесь включается четко человеческий фактор. Никакие суды, никакие угрозы не заставят, никакие деньги не заставят вас в три часа ночи встать и поехать за 100 километров, чтобы людям открыть ключом дверь, выслушать весь негатив, что они про вас думают, вернуться, то есть, и, как говорится, чувствовать себя и вести брифинг после этого. Вы простите, сам себе не попали, что я такая вот, герой дня, я еду обратно, и не понимаю, герой я или герой. Ладно, вот такая история. Я надеюсь, выводы вы сделали. Дальше. Катя, у нас записывается? У нас еще камера записывает. Алена спрашивает. Имеет ли смысл оформлять резиденцию, чтобы уменьшить налог с дохода от сдачи квартиры? Я гражданка Великобритании. Опять же, декреты по лицензии по арене стали выходить с 2011 года в Испании. Во всей Испании я сейчас беру. И с 2011 года была такая история, то есть, в 2015-2016 году, когда мы активно изучали каталонский вот этот вот закон, когда он еще не коснулся Ангелуси, когда в Ангелуси еще не нужны были никакие лицензии, то есть было сказано, что налог платится для резидентов один, для нерезидентов другой. В частности, для нерезидента нужно было платить 24% и не высчитывались расходы на содержание. Расплатился налог в бруто дохода. Естественно, в таком случае, да, я бы сказала, возможно, если у вас дается не один объект, если вы действительно хорошо зарабатываете, он у вас ликвидный, то вполне возможно, чтобы не отдавать государству 24%, а иметь возможность включать счета, электроэнергию, все расходы, оплату, опять же, комиссионных вашим посредникам, тогда, наверное, да. Сейчас все, опять же, изменилось, и сейчас пересматривается, опять же, да, я сейчас возьму Ангелуси, потому что в Каталунии все остановилось на том, на чем есть, но налоговая база пересматривается, потому что, опять же, люди стали активно подавать, потому что увеличился контроль, и сейчас для иностранцев, опять повторю, что в частности в Ангелуси, то есть вы сейчас можете предоставлять все расходные счета на вашу квартиру, то есть и хисторы вам просчитают, какой налог вы будете платить. Очень схема, сейчас сказать, что схема сложной оплаты, она достаточно непростая, то есть вы сначала платите, потом вам возвращают, да, после вычетов ваших расходов, то есть налоговая вы еще ждете, ну, мы так все платим, здесь налоги, то есть сначала мы платим полный налог, да, с прибыли, а потом по расчету расходов в конце года нам возвращают. Скажу одно, что в Ангелуси налоги для вот такого вида деятельности платятся, вы подаете в налоговую раз в три месяца. Опять же, это дает работу в истории, то есть людям, которые это все высчитывают, плюс, вот сейчас мы поговорим более подробно, буквально три недели назад нужно регистрировать всех своих туристов в полиции, то есть ставить печати, то есть брать паспорта, заключать с ними отдельно договора, неважно, сдаете ли вы через сайты, через Airbnb или через Booking.com или какие-то другие сторонние сайты, то есть сейчас нужно вручную нести это в полицию. Ну, опять же, есть, конечно, интернет-порталы, то есть вы сначала получаете лицензию, потом вы эти лицензии в квартиру несете в полицию, вам их регламентируют, да, ставят штампы и дают вам ключ для входа в онлайн, на онлайн-портал, где вы сможете эти документы представлять. И еще один большой минус, что этот портал не единый, то есть это в каждом муниципалитете у меня квартира, да, допустим, в квартирах четырех муниципалитетов, то есть нет, это нужно делать с каждым отдельно, это, конечно, там геморрой. Объяснить это владельцам достаточно трудно, и здесь вот получается ты как бы между двух стульев, то есть с одной стороны у тебя арендаторы, друг у тебя квартира-съемщики, и вот эти вопросы нужно урегулировать. Поэтому приготовимся к тому, что сейчас цены за последические услуги возрастут, это неизбежно, потому что за 11 евро там комиссионных вряд ли кто-то захочет поработать недельку, чтобы квартиру сдать хорошо и качественно, и честно. Как из этого будем выходить, будем решать на наших курсах. То есть в месяц есть уже задумки, но, как говорится, нет безвыходных ситуаций. Опять же, цель сегодняшнего брифинга – не напугать вам в ни в коем случае. Жизнь продолжается, то есть мы инвестируем для того, чтобы зарабатывать. Зарабатывать. Никогда это не было просто. То есть всегда тот, кто зарабатывает, тот больше платит. То есть не платит налогов только тот, кто ничего не делает. Поэтому, естественно, так как мы с вами все-таки бизнесмены, так как мы говорим с вами об инвестициях, тем более в Испанию, в чужую страну, скажем так, пусть даже она нам стала родная за 20 лет, но тем не менее. И не оставляйте своих целей, то есть моя задача – не напугать, а предостеречь. Потому что следующий вопрос у Соколовой Натальи. У Наташи здесь целый ряд вопросов. Сейчас я вам их зачитаю. Какие штрафные санкции в цифрах применяются к собственностям жилья, не выполняющих? Первое. Не имеют туристической лицензии, не регистрируют туристов в полиции, отсутствует контракт между сторонами. Есть ли адвокаты, занимающиеся оспариванием предъявленных обвинений в сторону собственников административными структурами? Есть ли случаи снижения или обмены штрафных станций? Есть ли нарушение совершено, совершил собственник? Он оповещен. А при положительном нарушении, то есть там нет лицензии на тур-аренду, причем Наташа пишет, в каталоне лицензии на тур-аренду не выдаются, как советуете поступить? Признавать или не признавать нарушения? Сразу скажу, эти вопросы глубокие. Вопросы очень точные, прям совсем в нашу тему. То есть они охватывают полностью тему сегодняшнего брифинга. Но здесь уже с проблемой. Либо человек уже сам попал под эту раздачу с одной стороны, либо только думает, что может попасть, то есть думает, получает ли ему лицензию или нет. Здесь я сразу скажу, задача брифинга – не разбирать штрафы, потому что если мы чего-то не делаем, мы должны отдавать себе отчет. Незнание не освобождает от ответственности. Это раз. То есть не имеете лицей штрафов. Скажу сразу по штрафам. На сегодняшний момент в Андалуси штрафы от 2000 до 150 тысяч евро. От 2000 до 150 тысяч евро. Это не… Это серьезно. В Каталонии, в Барселоне от 9 тысяч до 90 тысяч евро. Такие штрафы. То есть разбирать сейчас каждый штраф не имеет смысла. Мы лучше разберем то, как эти штрафы не зарабатывают. Я вот так вот решила ответить на вопрос по штрафам. Опять же, если мы не делаем лицензию, не регистрируем туристов в полицию, не делаем контракты, это наше личное дело. Мы сами решили этого не делать, поэтому мы должны быть готовы к штрафам. Штрафы будут зависеть от количества времени, которое вы сдавали, квартиру свою в аренду без данных документов. То есть будут, опять же, штрафы нарушаются, начисляются в зависимости от того, как налоговая, как полиция дошла до вас. То есть вывела ли это заявление в полицию, то есть было ли это нарушение по конкурсу соседей, либо на вас пожаловались арендастемщики, люди, которым вы сдали эту квартиру. То есть это зависит от каждой ситуации в отдельности, поэтому одним словом здесь ответить нельзя. Нужно ли оспаривать? Безусловно, нужно всегда оспаривать. То есть всегда нужно свою правоту доказывать и неправоту в том числе. Себя нужно отстаивать в любом случае. Есть и адвокаты, я думаю, ну, я не знаю, пока не сталкивалась, но я уверена, что, естественно, адвокаты выступают на защиту своих клиентов, с удовольствием зарабатывают на этом, ну, или будут зарабатывать. Еще раз подчеркну, что закон этот новый, естественно, не все бегут быстрее регистрироваться и получать лицензии. Налоговая инспекция не ходит по квартирам, не стучится в каждую, не проверяет, живете вы там или не живете, живут ли ваши знакомые или там кто это, берете вы с них деньги и нет. Поэтому в данном случае каждый штраф он отдельно рассматривается и, скажем так, специально, специально, да, вот такие туры, я пока не слышала, чтобы устраивались. Опять же, есть такой вариант, когда вы даете квартиру, опять же, ликвидное жилье, дома в элитных поселках, то есть в элитных, там, где вы берете за аренду там 2000 в сутки, да, или там 40 тысяч в месяц, есть и такие места, да, это интересно. То есть здесь, конечно, и штрафы побольше, наверное, наверное, я предполагаю, может, могут туда и полиция и налоговая закрутить. Но опять же, кто-то должен туда их подвести. То есть все как в жизни, ничего нового. Но такого рейда, как алкоконтроль на дорогах по пятницам, такого, естественно, пока нет. И я больше, чем уверена, побывав, ножками пройдя в полицию, в департамент туризма и спорта, где мы регистрируем эти лицензии, то есть я увидела полную растерянность на лицах людей, которые там находятся. То есть они активно объясняют, что нужно и как нужно. Но пока вот такой вот четкой машины, четкой структуры пока нет. Вот это я вам точно могу сказать. Поэтому для того, чтобы вас заштрафовали, нужно, чтобы что-то случилось. Скажу сразу сама. Вот у нас, кстати, 30 минут прошло, и у нас люди стали прибавляться, подходить. Видимо, либо получили письма, либо прочитали сноску под видео. По своему опыту за этот год могу сказать, что в одной из квартир, да, три раза вызывали полицию, поэтому, естественно, риск попадания вот такой квартиры под статью, да, то есть, конечно, велик. Поэтому что тут говорить? И, опять же, мои знакомые, у кого дорогая недвижимость, вот они как раз тоже этим очень сильно обеспокоены. Такую лицензию можно в интернет, в интернете, то есть это достаточно история, целая история. Но я вам ее сегодня покажу, постараюсь показать. Так, по вопросам. По вопросам. Давайте-ка, если есть вопросы, давайте мы сейчас немножко чат пошевелим. Ален, да, у вас был вопрос. Так, пишите, пишите. Немножко подожду. Так, я думаю, так, вопросов нет. Ну, тогда поставьте «нет». Кто больше пошел влезет. Так, обязательно ли те, кто снимает квартиру, например, на Милею, обязательно ли она регистрирует, даже если они на два дня у вас приехали. Это обязательно. Сейчас я говорю по-букле закона. Мое мнение, оно может быть другим, мое личное мнение. Ну, раз вы заморочились с лицензиями, то лучше это делать. Каким образом? Идти в полицию. Сейчас мы поговорим об этом. Прямо вот сейчас по пунктам, вот как это все поговорим. То есть оставляете контракт. Ну, давай перекинуем. Так, я ваш вопрос взяла на карандаш. Если сдается комната в квартире с хозяйкой, нужна турлицензия? Да, нужна. Ну, если сдается комната в квартире с хозяйкой, сейчас я по положениям вам зачитаю. Лицензии уже есть. Прекрасно. То есть, смотрите, процедура простая. Вы даже мне немножко облегчили задать. У вас уже есть лицензия, да, одобрена. Вы, у вас есть люди, которые приезжают к вам на аренду. Что вы делаете? То есть, как вы этих людей получили? То есть, либо через сайт заранее вы знаете, что они забронировали, либо они вам как-то позвонили, как вы о них вообще узнали. Букинг.com. То есть, как только на Букинг.com вы получаете букинг, вы отправляете этим людям договор. Во-первых, сначала, Ален, вы должны зайти в полицию. В полицию, там, где у вас находится ваша квартира. И принести вот этот вот лицевой, где печать стоит. Она у меня в машине сейчас болтает, потому что я бегаю, езжу по центрам, по разным провинциям и регистрирую. То есть, у вас на первом листе, когда у вас брали, вам поставили штампик. То есть, вы с этим штампиком, вот с этой лицевой частью первой анкеты, вы идете в полицию, они вам ее регистрируют, там тоже ставят штампик и дают вам ключ на вход в интернет-портал. Вы отправляете договор, договор между вами и теми, кто будет у вас снимать, где указываете цену на вашу квартиру, сроки проживания и прикладываете к этому, и отправляете им на подпись. Они должны вам прислать подписанный этот контракт и свои паспортные или резидентские данные. Либо второй вариант. Они заезжают, вы их встречаете с ключами, берете у них копию паспортов и вот подписываете, чтобы они подписали у вас этот документ. То есть, в этом документе, в этом контракте между вами должно быть указано, какой депозит вы с них берете, сколько они вам платят за ночь. То есть, вот эти вот все данные, которые они указывали, которые прошли через booking.com. То есть, вот в течение 24 часов, раньше было 72, но в течение трех недель все поменялось, вы бежите бегом в полицию, у вас есть 24 часа, чтобы эти документы подать, и вам там на этом контракте штампик поставили. Потом вы эти вот, вот эту вот штуку храните год в связи с тем, что могут возникнуть административные, какие-то перипетии, там их ограбили, им что-то не понравилось, они на вас в полицию написали, соседи написали в полицию, что там что-то им не понравилось, было громко. То есть, в течение года вы храните это все у себя. То есть, это вот таким. Либо забудете на интернет-портал, который вам дала эта полиция, вводите свой ключ, у вас есть свой кабинет, и вы туда сканируете ваши документы, вот эти туда отправляете, они их там регистрируют. Вот такая вот процедура. Ой, как честно говоря, это нереально, так как мы же идем не в испании, у нас доверенный человек просто передает, ключи же, сам после убирают. Да, Лена, я вас прекрасно понимаю, причем до слез понимаю, прям готова рыдать. Ребят, честно вам сказать, вот прям вот до слез. У меня сейчас Катя, со мной, видели, есть и ролик, ребенок отдыхает, то есть их тоже досталось, потому что, знаете, слезы и, ну, просто слезы, это вообще нервяк такой, не могу вам передать. Достается всем, кто с тобой рядом, потому что это правда, очень нервно. На 3-4 дня то же самое. Ребят, я управляю сейчас, вот у меня 6 квартир, да, и есть студия, которая совсем дешево сдается. Помните, кто меня хорошо знает, а вас большинство, то есть когда я говорила, да, мы покупаем дешевую недвижимость, мы ее легко сдаем, но я этим сама не занималась никогда. И вот сейчас я решила это проверить, все через себя. И вот год. И это, конечно, елки-палки, какой геморрой. Ну, опять же, об этом я буду говорить и в видео, и по шагам вам показывать, что там в полиции. Я вам еще про полицию скажу. В полицию 3 подряд дня ездила, 3 подряд дня меня посылали каждый раз на следующее утро. Потом я стала звонить и говорить, есть человек, который отвечает за это? Они говорят, нет-нет-нет, его нет, будет завтра. И вот так вот завтраками, то есть я не могу получить ключ от той квартиры, которая мне нужна, в фунт-херойскую полицию, я проиграть не могу, просто физически не могу, там нет никого. Это большущая беда. Поэтому сейчас, я думаю, у нас курс по арендному маркетингу будет намного востребований, и мы туда точно ведем и влиять впечатления, и более продвинутый будет курс. Думаю, что, ну, а куда деваться? Потому что нужно воспитывать уже сейчас тех, кто будет управлять. То есть я сейчас вам скажу, что на шестю квартире я работаю с тремя девочками. У нас в команде, кроме меня, еще три человека, плюс парень, который все чинит там, ну, то есть чинит там, жалюзи подымает и так далее. То есть, и знаете, очень тяжело справляться, я вам могу сказать. То есть я как бы управляю, да, вот этой командой всей, но и команда у меня очень хорошо подобралась. Ну, тоже не сразу. То есть в течение года мы менялись. Но, ребята, это должны быть люди ответственные, потому что есть заезды, вы сами знаете, кто занимается арендой. Кстати, напишите единичку, кто сам занимается арендой, и цифру 8, кто только думает. Да, 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 да. Ален, да, да. В том-то и дело, что возьмут данные. Еще раз повторю, может быть, я немножко вас проболтал. Так, 8 Лана собирается, Полина собирается только, Макс с Оксаной угадаю сейчас, собираются, наверное. Или уже даже не... Это что такое, Макс? Это что такое? Теперь уже даже не собираюсь. До этого момента собирался, до сегодняшнего брифинга, а тут передумал. Не буду я ничего вообще тут. Мне что-то давать. Пошли вы нафиг. Нет, сами вы справитесь, Макс, Оксана. Вы команда, вы справитесь. Вы справитесь. Это стоп-тичек. А, стоп-тичек. Птичек. 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 Так, смотрите. Что нам нужно сделать? Мы заполняем лицензию сначала. Потом мы с этой лицензией идем в полицию ножками. Ставим на... А, нет. Сначала мы идем в Министерство туризма и спорта. Эту лицензию относим. Там есть такой регистр. В регистре нам ставят штампик зелененький. Мы с этим штампиком и с этой бумажечкой бежим скорее в полицию. В полиции нам тоже ставят штампик и дают ключик. Ключик электронный, по которому мы можем войти на портал полиции и туда это типа все оставлять. Потом все подробно расскажу. Вот я уже все перевела. Декрет перевела. Все как оформляла, перевела, все это сделала. Сегодня вот буду раздавать, чтобы можно было самостоятельно сделать. То есть инструкцию составила. Пока вот так. Пока вот так. Но пока все сложно. Но пока, ребят, все сложно. То есть пока все вот так вот не организовано. Опять же, это нам дает возможность немножко подышать. Это не значит, что завтра кто-то побежит по нашим квартирам. Потому что они сами к этому еще не готовы, поверьте мне. Но если год назад я говорила, да ну нафиг, мы с вами бизнесмены, и мы не обязаны всем и все обстегивать. То есть сейчас это стало актуально. И через год, на следующий год, это будет... Сегодня в полиции стоит три человека. То есть очереди нет. И стоят частеньки вот с этим, со своей одной несчастной квартиркой. То есть и мы стоим со своими там пятью, шестью объектами. Поэтому появляется новая профессия управляющего недвижимостью. Вот здесь нужно тоже к этому подойти достаточно серьезно. И может быть это в наших силах. Я говорю про вот Максу с Оксаной. То есть есть чем заняться и есть что предложить. Да, Алена, облегчает. Да, облегчает, конечно. Ну, надеемся, что облегчит. Облегчит работу. Знаете, что не облегчает? Давайте так немножко отвлекусь. Работа с арендосъемщиками. Потому что когда ты отправляешь им контракт, то есть они тебе не бегут его подписывать быстрее. У них тоже возникают вопросы. То есть когда человек приезжает в твою новую отремонтированную квартиру, и ты у него ничего не спрашиваешь, а он заплатил депозит на Airbnb или на Booking Home, то есть и не оставляет тебе никаких данных. То есть он считает себя, ну, как бы, да, не так ответственным. Потому что никто не читает соглашение. То есть человек перевел деньги, ему подошла цена, он заплатил, приехал и живет. А что происходит с теми, когда ты приходишь и говоришь, дядя, ну-ка дай-ка мне свой паспорт, дай-ка мне, а давай-ка контрактик подпишем. А вот здесь у нас вот такое положение. То есть и что в этом случае получается? Человек начинает задумываться. То есть поэтому, когда вы ему это по почте отправляете, он вам не спешит это обратно отправить, подписав. То есть он приезжает к вам, и у вас начинаются дебаты. То есть вы начинаете ему каждый пункт объяснять, и человек вас спрашивает, а почему? И ты ему должен объяснить, а почему? То есть к этому тоже надо быть готовым. То есть, естественно, он подпишет, никуда не денется, он уже заплатил. Но тем не менее, это опять же дополнительное время вашей работы и дополнительная реакция на вас и на ваши предложения. Потому что каждому уже не объяснишь, что у нас такое общее положение. Опять же, я предугадываю вопросы, а зачем? А у них это без этого? И пойдут вопросы, а у вас лицензия есть? А вы будете ли нам контракт прислать? Ну и так далее. Потому что после того, как оставляют, в каком состоянии оставляют квартиры и что себе позволяют, опять же, некоторые элементы арендного рынка, это капец какой-то. То есть меняем все и вся. Поэтому тут вот, ну ладно, это тоже, это то, с чем нам нужно поработать и с чем нам нужно, как говорится, свыкнуться. Итак, какое жилье? Давайте все, мы переходим уже к теориям. Такой небольшой мастер-класс. Опять же, я его вам дам по... Обзорно, да, обзорно, потому что сколько бы времени у нас не было, мы все до мелочей, видите, что, да, каждый вопрос требует серьезного подхода и такого более детального рассмотрения. Я сразу скажу, что я перевела закон о туристических апартаментах в частном секторе, андалусийском, то есть на андалусийскую территорию, на андалусию, андалусскую территорию. Поэтому здесь не будет говориться о Барселоне и так далее, о островах, потому что в каждом, в каждом, в каждом регионе есть свои нюансы. Свои нюансы нужно узнавать, опять же, вот в отделе по... Ну, то есть есть декреты, и вот эти декреты нужно переводить. Но, в принципе, цель и Фабула, она одна, и я постаралась как бы ее включить сегодняшнюю битер. То есть для чего делается этот контроль, объяснять не буду, потому что, естественно, написано, что для безопасности одних и вторых, и те, кто сдает, и те, кто приезжает, для того, чтобы соответствовало качество цены и качество предоставляемых услуг, но на самом деле это делается для того, чтобы, ну, опять же, нас с вами контролировать. Опять же, наша задача как бизнесменов найти какие-то, ну, то есть удобные для себя формы существования с этими законами. То есть когда мы не должны заполнять лицензию, сейчас мы говорим о лицензии, о первом шаге, то есть решили сдавать апартаменты, но нужно предоставить лицензию. Опять же, чтобы, когда вы предоставляете лицензию, вы должны подумать о том, что, возможно, придут с проверкой и проверят ли, соответствует ли ваше жилье вот отпускным стандартам, но об этом сейчас поговорим. Кто не должен получать лицензию? Кому не нужна эта лицензия? То есть лицензия не нужна, ну, тут для нас с вами, опять же, есть открытые двери, да? Лицензия не нужна для тех, кто предоставляет свое жилье без оплаты. То есть если в вашей квартире живут люди без оплаты, значит, вам эта лицензия не нужна, и как мы уже раньше говорили, знакомые друзья, близкие, однополчане, одногруппники могут жить спокойно, не, если они вам денег не платят. А теперь наша задача подумать, как сделать так, чтобы они нам платили, но нам за это не было. Привет, аренда, так, залазит на аренду в Букин. Так, аренда залазит на аренду. Сейчас прочитать не могу. Так. Букинком беда. А, аренда залазит на аренду. А что это значит? Я не очень понимаю. Или это стерли, да? Если бы мы не так написали. Ну ладно, тогда пока не будем. Вова, напишите еще нам как-нибудь понятнее, а то мы блондинки, нам непонятно в чем. Мало там, что блондинки, тут еще и вообще непонятно. Так, исключение. Если мы предоставляем жилье бесплатно? Накладки, наверное, по датам. По датам. Но это уже не наш вопрос. Так, все, возвращаемся к нашим баранам, потому что мы очень хотим на все вопросы ответить, но так не бывает. Итак, если вы предоставляете жилье без оплаты. Хороший выход? Хороший выход. То есть, опять же, договориться с арендосъемщиками, что они вам не платят, это наша задача уже. Но вы тут тоже имеете определенные риски, либо сдаете свою квартиру без дополнительных сайтов. Да, потому что если мы сдаем квартиру через сайт, то мы обязаны иметь лицензию на сдачу. То есть, но предоставление жилья без оплаты нам разрешает не иметь эту лицензию. Дальше. Аренда более двух месяцев без перерыва считается долгосрочной арендой. То есть, если у вас снимают квартиру больше, чем на два месяца, то эта квартира не требует лицензии. И очень хороший тоже такой вход. Жилые дома в сельской местности, подходящие под категорию туризм в сельской местности и активный отдых. То есть, опять же, если мы возьмем про оспаривание, мы говорили, можно ли оспаривать и так далее. Естественно, если у нас квартиры в центре Мадрида, Барселоны, Северия и так далее, то вполне возможно мы как бы не выкрутим это на сельскую местность. Но Андалусия – это аграрная провинция, поэтому, возможно, подумайте, покупайте, где какая квартира и для активного ли она отдыха, либо для сельского хозяйства. Ну, простите, немножко пошучу, может быть, не в тему. Но эти квартиры не подходят. Поэтому вот давайте подумаем, как нам с этим работать, чтобы лицензию не получать. Так, опять же, если мы официально получаем лицензию, но это более в шоформальности, мы не можем отказаться в аренде людям по причине их рождения, расовой принадлежности, пола, религии, убеждения или других социальных обстоятельств. Поэтому тут вот мы уже включаемся как бизнес. То есть если арендатор не выполняет нормы проживания, то есть если человек, который к вам приехал и в 24 часов не предоставил вам паспорта, не захотел вам, допустим, подписывать ваш договор, ну или еще какие-то с его стороны непонятные тела движения произошли, в течение 24 часов по закону вы имеете право его выселить. То есть в принципе, да, то есть закон, он как бы и на нашей стороне, в том числе, он тоже нас каким-то образом защищает. Потому что я вспоминаю этот год, это такие ужасные облеванные кровати, и девочка у меня сама чуть в обмороз там два раза не упала, и пять раз ходила, бегала на унитаз, потому что не могла это все вымывать. Естественно, если бы у нас с ними был договор вот такой подписанный и так, то есть может быть этого бы и не произошло, хотя кто знает. Так, по датам накладки. Ну, по датам накладки это уже косяк того, кто сдает квартиру, то есть это его административная ответственность, если тебе нужно въехать и срочно выехать. У меня бывает такое, что день в день, опять же, по закону, да, вы когда подписываете договор, вы должны обговаривать дату въезда и выезда, то есть во сколько люди въезжают и во сколько выезжают. И если въезд выезд в один день, то мы просим выехать, опять же, они же спрашивают, то есть они не сразу букируются, они прекрасно видят в вашем объявлении, во сколько у вас заезд. Если люди выезжают в 10, если выезжают в 4, вполне возможно за это время убрать квартиру, вымыть, высушить, ну и предоставить постельное белье, потому что оно всегда должно быть в запасе. Отдельные комплекты вот на такие случаи. Но здесь опять работает команда. Вот я почему Калёне прицепилась, потому что она сдает эту квартиру. Ну, кто ребят знает и работает с арендной недвижимостью, вы прекрасно знаете, что если у вас адекватные люди, которые убирают, и они нормально с головой, то естественно, вы опять же даете им эти указания, эти чек-листы, когда их где еще прятать, припрятывать. А если накладки, то тогда, да, ведет администрация. Вы можете пойти и подать в полицию на то, что вас вот так вот заселили. Ну, как-то вот так. Потому что сегодня ночью, когда девочки мне позвонили и попытались, да, сказать, что вот, я сказала, ну, ребят, я вас встречаю ночью, вообще-то должна сейчас выключить телефон и сказать, приходите в 10 утра, я начинаю работать. Но мы с вами там таким образом договорились, поэтому приходится пострадать. Вы создавайте договор, например, выезд до 11, а заезд, например, в 13. Абсолютно. По правилам даже в 16 заезд. Заезд в 16, выезд в 10. То есть вполне возможно. Вполне возможно такая расстановка по времени. 12.4, вот так по закону, 12.4, но вы можете регулировать. Когда люди звонят и спрашивают, Оксана, вот может ли мы приедем вот тогда-то? То есть я предупреждаю, что вы наслаиваетесь друг на друга, если вы согласны, то есть и согласуются с теми, кто живет сейчас. То есть если они согласны, то да. Как правило, ну пока вот не было таких больших проблем. Максим с Оксаной печи должен быть всегда второй сменный комплект белья под рукой чистой, сухой и проглаженной. Да. И лучше, чтобы он хранился дома, не в квартире, а дома у вас, потому что, ну или там в багажнике машины. Я девочкам всегда говорю, то есть в багажнике машины должно быть все. Должна быть вода, должны быть эти, как они, туалетная бумага, и комплекты белья, ну потому что мы график видим заранее, у нас не бывает такого, что люди постучали с улицы и пришли. В общем-то. Поэтому правильно, да, ребята, вот так должно быть, но это чек-листы, то есть они составляются и грамотно распоряжаются, работают с теми, кто работает на вас. Так, что он так. Лицо, владеющее туристическим жильем, несет административную ответственность и ответственность перед жильцами. То есть помимо того, что мы обеспечиваем уют, да, и хорошее проживание тем, кто нам платит за проживание, мы также административно, вот те же самые штрафы, ответственны перед соседями. Какое жилье должно быть, вот кто-то в комментариях либо на Фейсбуке, либо в Ютубе написал, что, типа, нельзя сдавать комнату или как-то так, то есть вот какие виды жилья подвергаются лицензии. Жилье для туристических целей может быть следующим. Квартира, которая сдается полностью, комната, где владелец может жить в соседней комнате, то есть либо по комнатам, да, то есть вы можете жить сами в этой квартире, сдавать, и тем не менее вы должны сделать на эту рецензию, да, был такой вопрос в начале. Максимальная, да, вот этот важный пункт второй, а, я не перекручиваю, зачем Оксана презентацию делала? Ну, скажите, вот зачем? Так, виды размещения квартиры, так, основные требования туристических, а, вот, комната в квартире, комната, где хозяин занимается, значит, и вот здесь вот основные требования к туристическому размещению, это интересно, то есть то, что будут у вас спрашивать, если придут проверять. Опять же, не все приходят проверять, но могут прийти и проверить, что у вас есть. Следующее положение, какие должны быть? Обеспечить должны лицензии, безусловно, и выполнять технические требования и условия качества жилья. Какое же это качество? Да, вот, что я хотела, ребят, подождите, почему я не поставила этот слайд, видимо, я его пропустила. Смотрите, важно, максимальная вместимость ограничена получением лицензии. Когда вы будете заполнять лицензию, то есть там спрашивают, сколько у вас вообще жилых мест, сколько спальных мест, квартира полностью не должна превышать 15 мест, то есть в квартире должно быть 14 мест для проживания, а если вы сдаете по комнатам, то это должно быть максимально 6 мест. В любом случае, то есть по комнатам, то есть квартира по комнатам, по комнатам, должна 6 мест, значит, иметь. В любом случае, и в том, и в другом, спальных мест в одной комнате не может быть больше 4. То есть в одной комнате 4, следовательно, если 6, то значит вы можете сдавать по комнатам, по 2 комнаты там или 3, но по спальных местам должно быть не больше 4 в каждой. А если всего 6, то 2 комнаты, наверное, ну как-то так. То есть в комнате, если 3 комнаты, то у нас получается 6 спальных мест. 4 и 2 в другой, как-то так. Где найти список норм, что должно присутствовать в квартире по закону? А мне тушить, я... О, сейчас дойдем до этого. Вот это вот тоже в этом декрете, все это переводило, все это есть, да. Так, где прям в декрете. У вас, Ален, где, в какой местности квартира? Я вам скину перевод. Третий пункт. Квартира достаточно должна быть мобилирована, да, и оснащена бытовой техникой и посудой, необходимой для использования в зависимости от количества мест. Ложки, вилки, перья, ага. Пересчитают, понятно. Пересчитают. Это, опять же, как бы, к Андалусии, Таревех не к Андалусии не подходит. Это, скорее всего, надо Мурсию читать. Мурсию, Аликанты, декрет по той местности. Но я не думаю, что у нас принципиально сильно отличается. Итак, с мая по сентябрь, с мая по сентябрь, то есть в летний период, в комнатах должны быть либо вентиляторы, либо кондиционеры. То есть когда говорят, что обязан быть кондиционер, то есть если у вас один кондиционер на всю квартиру, в комнатах должны стоять дополнительные вентиляторы. А с сентября по апрель должны быть обогреватели, неважно, где это находится. То есть это требование не распространяется на дом со встроенной системой охлаждения и отопления. Естественно, это Каталуния, да, наверное, с север ближе. А также памятникам архитектуры. К домам, которые являются памятниками архитектуры, там вообще достаточно сложно получить лицензию, это раз. Ну а с другой стороны, если сам памятник архитектуры не разрешает встраивать туда охлаждение и обогревание, тогда это вас от этого освобождает. Обязательно должна быть аптечка, обязательно должна быть предоставлена информация в физическом, электронном виде о районе, магазинах, ресторанах, транспорте, план района или города, то есть и развлекательных учреждений. То есть тут вы должны постараться для своих жителей предоставить им максимальную информацию по тому району, где они квартиру снимают. Обязательно должна иметь недожалоб и предложений, и лежать она должна на видном месте, чтобы проверяющий сразу это увидел, куда ваши проживающие будут писать вам одно или другое. С одной стороны, это замечательно, с другой стороны, это еще лучше. Сборка дома при выезде и въезде новых клиентов. Ой, а что я сделала? Въезде новых клиентов. Тоже должна быть. Постельные принадлежности, белье, предметы домашнего обихода. Опять же, по предметам домашнего обихода, вы дополнительно оговариваете в вашем договоре между вашими квартирами съемщиками. Номер телефона для экстренной связи обязательно должен быть, который мне сегодня ночью не помог. Лучше бы его не было. Ну вот так, как он был. Да, причем у меня живет девочка за 100 километров, которая убирается. Она совершенно спокойно свой телефон выключила. И когда я уже в 6.30 возвращалась домой, вот уже 200 километров, на 198-м километре, она мне позвонила несколько раз, ну очень сильно извинялась, сказала, Оксана, извини, я спала. Но она знала о вознем заезде, и я пыталась с ней договориться нормально, чтобы она, ну была, скажем так, держала ухо востро на всякий случай. Но, видите, был, ну как бы, запрос был проигнорирован. Потом она очень сильно извинилась, и все. Поэтому управляющий должен действительно брать на себя ответственность за управление. Так, предоставлена должна быть инструкция по эксплуатации электроприборов, которые того требуют. Естественно, Wi-Fi, все должно быть написано. Опять же, Wi-Fi нам не помог сегодня, не подключилась. И вот сегодня в полдня пытаюсь дозвониться домой в Вистар, и 9 ровно минут идет, знаете как, галеряют они этот рутер несчастный на автомате, а на 9-й минуте говорят, что сейчас мы вас соединим с оператором. Ты ждешь 3 минуты, и тебя отключают. Говорят, перезвоните позже, все наши операторы выключены. И вот время сейчас 8 часов почти, до, буквально за полчаса до начала эфира я прекратила звонить в Мовистар, потому что поняла, что это бесполезно. Что делать, пока еще не решила. Люди ждут, потому что ключ от рутера, то есть тот ключ, который подключал мой телефон, мой телефон подключен, к этому рутеру у людей телефоны не подключаются. Тут я им помочь не могу, нужно все эти рутеры. То есть надо каким-то образом этот вопрос решать и очень быстро. Так, информировать пользователей о внутренних правилах в отношении использования апартаментов. Можно ли от наличия животных, ограничения курящих, бассейны, общей зоны пользования. Это обязательно в хороших урбанизациях, потому что там есть ограничения по посещению бассейна. И опять же, если соседи жалуются, мы с вами несем на административную ответственность, а куда деваться. Вот, и тут нужно всех предупреждать, естественно, они выполнять это не будут, естественно, это все уляжет на вас. И, естественно, вы должны к имами и контролировать. То есть кто-то должен контролировать проживание ваших любимых заселенцев. В хорошем смысле этого слова. Вот, поэтому тут вот это вот все нужно обдумывать. Так, заключение договора. Хорошая тема. Да, давайте так, вопросы есть по предыдущему? Может, у кого-то есть какие-то дополнения? Какой налог в Туревьехе на задачу квартиры государству? Во, вы сдаете вашу квартиру государству, там другой налог. То есть если вашей квартирой пользуются государственные структуры, у них льготное налогообложение 100%. Не знаю, какую, потому что не знаю, какому административной единице какой вы сдаете свою квартиру. Давайте возьмем за основу 24% на сегодняшний момент. То есть это самая такая информация, которая лежит на поверхности. Но опять же сейчас вводят, вводят, вводят разрешение включать вашу в смету расходы. Извините, пожалуйста, к этому вопросу я не готова, потому что я не знаю, как вы там сдаете и кому. Какому государству. Вот пусть государство и платит, тем более. Розали такие умные. Жду-жду, пока вы пишете, вижу, что вы пишете. Какие штрафы за шумных гостей? Красные, смотря что мы сумели ваши гости. А, государство 24, Ален. 24, возьмем, да, Вова? Возьмем за... Вот видите, почему, когда приходишь там брифинг, лучше нормальное имя свое писать. Мне бы что, Вова? Ну, может, Вова так и есть. Такие штрафы за шумных гостей. Что на шумели? Опять же, я сейчас не буду говорить о штрафах. Каждый отдельный случай по отдельности рассматривается. Шумных. 150 минимально. А, после сдачи 24, видите, 24%. Это для нерезидентов. Полина, 24% это самый большой налог, это для нерезидентов. Потому что для резидентов там немножко другая история. Опять же, вот смотрите, 3 недели, ровно 3 недели назад несли новые, новые изменения. То есть они пока только в полицейском участке. Поэтому давайте мы сейчас пока... Опять же, смотрите, мы еще налогов не платили. То есть наши хестеры... Я сейчас не хочу, знаете как, бла-блакать просто так и говорить какие-то цифры от головы, из головы. Поэтому, когда у меня хестер все посчитает, а хестер мне никак не пришлет вот эту разблюдовку, да, вот таблицу, как они будут все считать. Потому что реально у нас есть, у меня в управлении есть 2 квартиры для резидентов и 4 для нерезидентов. И вот он будет это все просчитывать. 19% вам. Ну вот, видите, Алена говорит, так как Евросоюз. Ну сейчас для всех будет так просчитывать. То есть для всех сейчас будут твои... Там большая-большая-большая сетка по вычетам. То есть насколько грамотно... Опять же, смотрите, ребят, давайте сейчас я не буду в эту тему сильно углубляться. То есть если вы сдаете сами, если вы сдаете через управляющую компанию, или вы сдаете через поверенное лицо, то есть часто физическое... Вот кто-то мне написал, вы как физическое лицо оформляете. Или... То есть все зависит от того, через кого и кому вы какие платите зарплаты в том числе. То есть какой процент вы платите за управление, это тоже будет влиять на конечную вашу прибыль. Платите вы НДС этому человеку. То есть если компания берет, то есть берет на управление, там тоже свои налоги, то есть тоже взаимоучеты. То есть одни платят со своей прибыли, вы платите с того, что вы им заплатили, но у вас это вычитается с вашей бруто-прибыли. Тут достаточно вопрос математический. Его вот так вот просто поговорить не получится. Что делать, если коммунидат не разрешает, хотя комплекс состоит из отдельных вил? Ладно, мы этот вопрос как раз в самом начале обсудили. То есть что такое коммунидат, это ваше решение. То есть вы член коммунидата, и вы принимали это решение, что нельзя, поэтому вы как бы сами приняли, сами нарушили. То есть если коммунидат у вас жесткий, и люди действительно занимаются управлением, как в старые добрые времена и как в испанских комедиях, то тут вам лучше против них не идти, они вас замучат, и ваших жильцов в том числе, и подведут вас под все штрафы, которые только возможны. Поэтому либо вы договариваетесь с членами коммунидата, либо с вашими, ну, как бы соседями. Я говорила у нас, вон, виллу сдавали в коммунидате, и один из пап плавал, как бассейн, и там все это плавало. И это все и все видели. Вот как тут договоришься? Понимаете? Вот уже не договоришься. Поэтому здесь вам нужно этот вопрос решать по-человечески, либо, раз уж коммунидат принял такой закон, значит, он такой его принял, то есть вы уже ничего не сделаете. Так, заключение договора. Поехали. Мы должны предоставить тип договора, контракт, где будет указан документ этого контракта, номер регистрации, цена на квартиру, количество проживающих, даты прибытия и отъезда, номера телефонов для связи. Второе. Туристы наставляют усоверение личности, с которого будет цвета фото копии. Я сейчас за ошибки прошу прощения, потому что переводила и тоже в ночи все это составляла, тоже очень сильно прошу, не загоняла в проверочные агрегаты, писала вот как, чтобы прям подготовиться, чтобы было наглядно. Копия документа, предоставленная в пункте 1, должна быть подписана и сохранена в течение года для предоставления при административных разбирательствах. Обе стороны должны быть согласны с условиями проживания. Заезд в 16, выезд в 12. Это не строгий пункт, если вы тут сами, обе стороны должны быть согласны с условиями проживания. То есть это основное. А дальше, как вы уже вносите подпункты, если владелец не живет в данном комплексе, он должен организовать доставку ключей, соответственно. На момент сдачи жилья необходимо обвести все пункты использования предметов, обеспечения прохода, ключи в зону общего пользования. Опять же, если у нас большая урбанизация, там 4 бассейна и есть свои законы, вы должны об этом позаботиться, чтобы ваши люди это понимали, что они должны делать. И вернемся к декларации, к заполнению декларации. То есть заполняется она на сайте. Ее распечатать нельзя. То есть вы входите в пункт «Ангалусия», регистрируйтесь там сами и начинаете заполнять эту анкету. То есть вы заполняете модель, вот модель заполнения я тут предоставила. То есть я ее сегодня вам... То есть есть у меня ссылочка на нее. Об этом попозже поговорим. То есть как пройти вот этот вот необыкновенный, безумный путь выполнения декларации. То есть там есть... 7, она состоит из 7 листов. То есть вы должны внимательно отнестись к каждому пункту, потому что как только вы делаете ошибку, вам система не пропускает вашу декларацию. Что еще здесь очень важно? В декларации вы указываете, через кого вы сдаете ваши апартаменты. То есть через... Будет ли у вас управляющий, вы сразу так оговорите, сами вы будете это сдавать. То есть впоследствии от этого будут вычисляться вам налоги и... Вот это та самая декларация, которую мы подаем на... Нет, это не на налог, это на сдачу в аренду. Ален, это мы вернулись к самому началу. То есть мы с вами обсудили... По шагам. Первое, что мы делаем, мы заполняем декларацию и подаем ее в Министерство туризма. Разрешение на сдачу в аренду. Вот, с этой декларацией мы идем в полицию. Ставим на ней штампик. Лицензию получить. Чтобы лицензию получить. Вот, так правильно. Чтобы получить лицензию, чтобы получить лицензию, мы должны заполнить вот такую декларацию. То есть декларировать, что мы сдаем, зачем мы сдаем, в каких объемах. Простите, это может быть, я слова... Да, поняла. Ну да, ты должна была ее увидеть, Алена, должны были ее увидеть и вспомнить, что вы заполняли. То есть лицензию, чтобы получить лицензию, нужно подать декларацию. Вот где была ошибка. Молодец. В двухкомнатной торе въеха парк Европы сдаем. Есть желающие снять... Так, смотрите. Пункт первый. Я сейчас быстро пробегусь по этой декларации, чтобы вы понимали, что сегодня... Ой... Декларация. Декларируем свое жилье. Это нужно сделать всем, хотя бы как первый шаг. Как только вы заполнили декларацию, у вас появляется номер. И этот номер вы должны вписать либо в booking, либо в тот сайт, через который вы сдаете, и ждать ответа. Вообще, опять же, по новым нормам, пока вы не получили одобрение, вы не имеете права сдавать. Но мы сдаем. Надеюсь, Боги нас поддержат. Первое. Данные заявителя. Владельца объекта недвижимости или его юридического представителя. Опять же, представитель может быть юридическим. Опять же, аренда у вас может быть инвестиционная. То есть здесь все зависит от того, какой тип жилья вы декларируете. То есть если вы купили, например, квартиру прямо в конкретную с целью сдачи в аренду, у вас и налог от этого изменится. Но вы должны это декларировать и укажать. Если это физическое лицо, не владеющее данной недвижимостью, то есть, смотрите, либо это вы в первом пункте указывается, либо это физическое лицо, не владеющее недвижимостью, то есть, либо это официально юридическое лицо. Это вы должны указать. И в зависимости от этого заполняются разные, я вам сейчас ее показываю, образцов, разные пунктики, то есть разные боксы. У меня прокручивали. Так, в данном случае... Так, так, сейчас. Вот. У меня пролетело прям сюда. Что там улетело? Так, первый, второй еще раз. Вот, следующий, второй пункт. Есть авторизированные пользователи, то есть это ваши хисторы. То есть кто такие хисторы? Это люди, у которых есть тот самый электронный... адрес, электронный вход, то есть ему хисторы, ему не нужно ехать в Ангалусию и подавать вручную. Он это делает через электронный ключ. Да, итак, первая часть вот такая. Вот тут мы остановились. Да, если это юридическое лицо. Дальше, если управляющая аренда является официальным представителем данной собственности, то есть если еще у вас есть официальный представитель, и вы типа ему платите. Если вы хотите получать уведомление по адресу не указанному выше, то есть в первом пункте, естественно, вы указываете номер своего жилья, который предоставляете в аренду, а здесь в этом боксе вы указываете, куда вам присылать информацию, если вы сами в нем не живете, той самой старушкой, которая живет в соседней комнате. так, дальше. Так, да что-то такое-то, господи, скачет у меня репериментация. А, чик? Вот как это записывать? Нельзя, вот как это потом поможет? Это вырезать. Так, для авторизованных пользователей, то есть это для хисторов, то есть они тоже указывают, что да, я ваш хистор официальный, поэтому я могу это заполнять. Чтобы авторизироваться как пользователь фунта Ангелуси, то есть вы должны получить согласие, то есть вы сначала туда, в этот орган должны прислать свои документы, запросить авторизацию, они должны вас авторизовать, тогда впоследствии вы сможете сами платить налоги, вам не нужен посредник, вам не нужен тот самый хистор, который будет обсчитывать ваши приходы и доходы, вы сами себе будете, то есть бухгалтером. Если вы являетесь физическим представителем, вы сами, вот вы заполняете такую форму и посылаете в пункт Ангелус. Если, опять же, вы являетесь юридическим представителем, опять же, заполняете определенные эти самые пункты. Данные объекта по недвижимости, по его эксплуатации, то есть если мы сдаем квартиру целиком, мы ее так заполняем, если мы сдаем квартиру по комнатам, вот здесь вот возникает проблема с входом, то есть, опять же, если вы один пункт не обозначили, у вас не пропускает анкету, система вам указывают ошибки, а вы понять не можете, что за дела, вот в этом случае аннексу нужно обязательно для легенда, здесь вот этот пункт нужен, потому что на самом деле у вас ваше жилье не попадает под эту категорию, но вот в этом случае это обязательно нужно сделать. То есть здесь мы маркируем один блок, то есть мы инициируем активность наших апартаментов, данные объекта недвижимости указаны, существуют ли налоговые вычеты, есть ли квартира в ипотеке. Константин, нет, то есть на квартиру в ипотеке это ваши проблемы, нет, здесь точно нет, это не расходы, это я вам говорю, вот прям, то есть вы платите ипотеку, вы там платите налоги, но с ипотекой, кстати, сейчас тоже, сейчас вы знаете, что вы с банком, вы вместе с банком платите налог на то, что вы платите налог, и банк у вас этот доход берет, раньше такого не было, опять же с этого года нужно вам пойти в банк, если у вас квартира в ипотеке, это не тема сегодняшнего нашего брифинга, но тем не менее это новшество, то есть как бы банк получает прибыль с ваших оплат, и поэтому вы должны платить там пополам, то есть ваши расходы в определенном, в определенном ключе уплаты налогов учитываются не на этом случае. Так, тут вот смотрите, в шестом пункте вы должны еще раз подтвердить, что именно эти даются в аренду, декларировать расположение мест, даты и места. Вот здесь очень важный момент, который я тоже пропустила. Смотрите, вот в этом пункте здесь какая история. Если, например, ваш представитель указывал свои данные, он должен расписаться вот здесь. Если вы заполняли, ну, например, мы всегда идем по самому простому пути, то есть я, конечно, подавала от своих владельцев, от их имени, то есть я себя там не, я не фигурировала, да, чтобы в данных документах. И вот тут они должны расписаться. То есть здесь вы впечатываете их имена, то есть владельцев, если вы не фигурируете как посредник, но если вы фигурируете как посредник юридическое или физическое лицо, то вы сами расписываетесь. Если нет, то есть обязательно нужно расписаться владельцам собственности. Но это уже про бизнес, это другая тема. Вносите дополнительные уточнения, чтобы завершить декларацию. уточняете, а, количество спальных мест и количество вообще вмещаемых, ну, у них это называется спальные места и не спальные места. То есть жить здесь могут четверо, а спать только в доме. Тут такая история. Вот еще раз, обратите внимание, если вы сдаете квартиру целиком, количество проживающих не должно превышать 15 мест во всей квартире. Если вы сдаете по комнатам, то ваша квартира, сдаваемая по комнатам, не должна превышать 6 мест в квартире. И в каждом из этих случаев не может превышать 4 человека в одной комнате. На это тоже обратите внимание, иначе у вас дом, там большой, да, и у вас там больше мест и так далее. И вдруг какую-то цитруницу поставите, и оно у вас не пройдет. В том случае, если управляющий не является владельцем данных апартаментов, вы также должны это указать. В декларации приложения к ней являются государственными документами и данные, которые вы им указываете, должны быть подлинными. В противном случае может последовать, опять же, административное ответствие. Это мы возвращаемся к нашим штрафам, потому что штрафы расписать заранее невозможно. По любым вопросам, то есть мы обращаемся, если нам нужна корректировка, обращаемся в местный отдел культуры и туризма. Не знаю, правильно я написала. То есть я вот эту вот декларацию, чтобы вы не подумали, что я тут много всего написала, и вы не успели этого зафиксировать. То есть я это выложила в свой интернет-магазин. То есть это пошаговая инструкция. Я на нее поставила 7 евро. То есть она пошаговая. Вот это вот все пункт-пункт-пункт. Под пунктом берешь и прямо заполняешь. И, как говорится, и будет счастье. Если вы заинтересовала, я вам ссылочку сейчас дам, или вы зайдете в интернет-магазин и сможете всегда для себя это получить. То есть если бы я в свое время имела такую возможность, то есть у меня бы не было столько геморроя. Ну, может, я не так умна. Но, тем не менее, я на это убила кучу времени. Я не знаю, как у кого. Эта декларация только времени заняла. Но два раза ездила в Малагу. Вот. Смотрите, я сейчас ее вам кидаю сюда, потому что вы здесь присутствуете. Вот вам в интернет-магазин можете зайти и приобрести. То есть я посчитала, что это будет хорошим бонусом для данного брифинга. Но, опять же, я тут не с шляпой стою. И большое вам спасибо, что вы присутствуете, поддерживаете и интересуетесь испанскими бюджетами. Так. Как оплатить? Через карточку, PayPal, как угодно. Это интернет-магазин, Марина. Просто заходите, платите, и я вам, ну, вам приходит, оно как скачанный товар идет. То есть я либо вам ее высылаю, сейчас посмотрим, как это сработает. Там стоит технику у меня, видите, алло-алло. Но я ее уже погрузила на Google Ads, то есть по оплате я увижу и напишу вам либо письмо и отправлю в письме, либо сама структура даст вам, ну, то есть обновление, опять же, выли в e-commerce, посмотрим, как это сработает. Вот. То есть декларацию можете скачать. То есть впоследствии мы вводим, естественно, заполняли декларацию в наш второй курс, который называется «Беспроигрышная стратегия арендного маркетинга». Но обучение в школе у нас начнутся с сентября месяца, со второй половины с сентября. Об этом будет отдельно для вас информация. То есть тогда мы начинаем обучаться, потому что сейчас горячий сезон, сейчас все работают. И покупать сейчас недвижимость не самое лучшее время, потому что цены реально летят вверх. Поэтому, ну, как бы, не самое лучшее время. Все сейчас что-то очень как-то дорого. Нужно подождать своего момента. Об этом я тоже не хотела на сегодняшнем брифинге говорить. Обучение у нас начнется с сентября. Об этом будет дополнительная информация дана. И опять же, я сделаю к этому же, к этой инструкции видеозапись. Вот у меня есть еще одна квартира, которую нужно запомнить. Вот я ее тоже запомню, как видеоинструкцию. Ну, это будет немножко уже гасить. Вопросы есть? Все ли было понятно? Все ли понятно? Остались ли какие-то вопросы? Что-то бы вы хотели обсудить еще дополнительно? По данному. Или нужно переварить? То есть, если нужно переварить, Варина, хороший вопрос. Мне нравится. Вопрос, который заканчивает презентацию, как оплатить. Супер вопрос. Просто надо. То, что только прописала. Спасибо вам большое. Алена, вам тоже большое спасибо. Именно и вам конкретно, и Максиму, и ребятам, не знаю, как вас зовут, и Бобе. Ребят, ну, всех, да, поименно не вспомню сейчас. Вспомним всем и Константину. Всем, кто писал, кто спрашивал, потому что, опять же, вы даете хорошее, ну, хорошее отключение к контенту. Естественно, в ответ я жду за ответ письму, да, ваши отзывы, да, ваши отзывы. Если вы хотите приложить фотографии, то я тоже так буду вам благодарна. Как правильно называть документ, который вы переводили, нам надо изучить. Сейчас я вам скажу на испанском, да? Сейчас я вам прям скину. Как он называется, чтобы не... Так, законно, туристический, так, декрет. Он называется вообще декрет. Бюллетени, официальный документ от хунта Андалусии от 11 февраля 2016 года. Сейчас я вам испан. Сейчас я вам расскажу. Так, здесь нам генерал. Сейчас я вам скопирую и покажу. Как-то нелогично он убивает. Вот как-то так. Так, сейчас я вам покажу номер его. Тут можете найти в пункте Андалусии. То есть, переводить. И вот так. Вот так вот он идет. Вот я взяла титул, да? То есть титул, как он называется. То есть поисковике берете, но это по Андалусии, еще раз говорю, это по Андалусии. Вот еще один раз скину вам сейчас ссылочку. Я думала, так, вопросов нет, судя, нет, никто не входит, значит, еще есть вопросы. Я думала, пока это как называть. Оксана, вы говорили, что можно обсудить бизнес в команде. У кого есть апартаменты, сдать на длительный срок, кто снимает и сдает посуточно. Кто-то управляет. Да, Лидия, я помню ваш вопрос, то есть ваше письмо, написали письмо, я видела его. Но это мы обсуждаем не здесь. То есть это сейчас не как бы здесь. Есть люди, с которыми мы работаем и с ними это обсуждаем. Так, вот, Алена, по Теревехе. Смотрите, зайдите в пункт Андалус, да, хунт Андалус. Уберите вот этот вот декрет. Подождите, я сейчас пытаюсь вам найти ссылочку. Подождите. Сейчас я вам ссылочку скину, потому что там по всем провинциям вот эти декреты там лежат один под одним в PDF формате. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, я раскачала. Сейчас. Обычно ссылки фиксирую, но сейчас... Так, хунта, вот хунта Андалус, вот он. Вот именно этот. А уже от него пляшите? Сейчас я попробую его открыть, чтобы проверить, что действительно ли он. Да, вот они, декреты все. Супер. Так, вот. Это для тех, кто с испанским на ура. Вот, смотрите, вот это вот хунта Андалусия, Боха, и вот этот вот декрет. и там под пунктах, вот идут все, 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 всякие разные декреты, куча целая. Вот, попробуйте разобраться, ну, если есть желание. Если, как говорится, хотите, вот готовый, он переведен, вы можете спокойно пользоваться. Вот, если хотите сегодняшнюю презентацию, я тоже могу вам ее выслать, потому что она с основными положениями уже, как бы, переведенная. Но, опять же, как я ее вышлю, если, давайте так, то есть, заказываете дополнение декларации, то есть, будете считать, ну, будем считать, что это был вход на выгна. То есть, я вам вышлю и презентацию еще в подарок. Ну, простите за моим рекоменциям. Ну, как говорится, время денег. Вопросы есть? Ведь я жестче становлюсь. Три года назад я была вообще такая добрая. Даже про анекдот сейчас вспомнила. Вот, вот, ребят, буду благодарна за отзывы. Если сейчас купим, я вам вышлю и презентацию, и вот полностью, да, ну, у меня уже, я их приготовила для вас, там, что-то понимала, что-то сама такая. Так, и вы снимите нам, да, я вам скину презентацию, да, я вам скину и презентацию, и пошаговое заполнение. Вообще, со своими ребятами, те, кто, как говорится, бесплатный совет, нет, ценность бесплатного совета ровно столько, сколько вы за него заплатили. Ценность бесплатного совета. И я, конечно, по-другому общаюсь с ребятами, кто, ну, кто работает со мной, потому что, когда платят, он относится по-другому, но не буду про это, это тоже тема другого. Немного, что там, брифинга. Ребят, я вас правда люблю, спасибо, что всем, на этот брифинг и сподвиг, а сподвиг для меня конкретно ваши вопросы, правда, и Макс с Оксаной тоже вам спасибо, что вы мне каждый месяц звоните перед 5-м числом и говорите, «Сан, давай брифинг, когда будет?» Поэтому спасибо вам, что вы сегодня были, и у нас теплая компания, я готовлюсь для вас, то есть вы готовите для меня, но и вместе, как говорится, мы с силой, у нас хорошая энергетика. Все, оплачивайте товар, сразу же, если есть ссылка, попрошу вот Марину, Алену, ребят, те, кто будет себе декларацию скачивать, пожалуйста, если вам сама машина после оплаты сразу выдала ссылку, будьте любезны написать мне об этом в личном сообщении, хорошо? Потому что либо я сейчас оставлю шаблон письма и буду на автомате все высылать после оплаты, либо уже это делает машина, потому что все время выполняет. У меня, простите, конечно, это не ваши проблемы, но я не могу сама у себя купить, потому что все привязано к этим банковским счетам, все эти машинки виртуальные, и он мне не дает сделать, а просить каждый раз своих одноклассников, то есть не совсем удобно, иногда не хватает времени. Люблю, целую, с вами была Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в ближайшем с Испанией максимально выгодно и безопасно. Пока-пока, видимся на следующем брифинге, потому что вы видите, что работы очень много. И опять же, у меня большущий опыт вот этого года, этого большого сезона и нескольких апартаментов, у меня теперь есть чем связывать, сравнивать односпалки, студии, двухспалки, трехспальные апартаменты на пляже, не совсем на пляже, в крутых урбанизациях, не в очень крутых урбанизациях, с бассейнами и вверх, то есть есть о чем поговорить. Поэтому обучение со следующего года будет достаточно мощным. Все, жду к личному общению, я тоже видела ваше письмо, пообщаемся лично. Все, целую, люблю. Ух!